Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Самое долгожданное лето. В России к июлю могут начать поэтапное снятие режима самоизоляции. Запуск самарских фонтанов решили отложить. Узнали, в чем причина. Потому и не кусают. Самарские парки и скверы начали обрабатывать от клещей. Небольшая шалость с трагическими последствиями. Самарцам напоминают о запрете поджога травы на дачных участках. Второй пациент с коронавирусом умер в Самарской области. У 81-летнего мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Напомним, что первым в регионе скончался 74-летний пациент. У него было онкологическое заболевание и сахарный диабет. На данный момент зафиксировано 264 случаи заражения коронавирусом в Самарской области. 35 прибавилось за последние сутки. Лидирует по количеству зараженных Тольятти. 26 человек уже поправились и были выписаны из больниц. Меж тем, глава федерального управления Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может избежать взрывного пика заражений новым коронавирусом. Но для этого в майские праздники нужно продолжить соблюдать ограничения. Уверенность в том, что через месяц или два россияне будут с трудом вспоминать сегодняшние тяготы, выразил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В первый месяц лета станет полегче, заверил представитель Кремля. Также Дмитрий Песков анонсировал выступление на этой неделе Владимира Путина. По его словам, выход из режима ограничительных мер будет поэтапным. Сегодня в Самару вернулись туристы из Таиланда. Рейс Бангкок-Самара прибыл в Курумыч с задержкой в 10 утра. На борту было 142 человека, среди которых находились жители других регионов. Перед тем, как отправиться домой, все туристы должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Гости из других регионов переждут ее у себя дома, а самарских пассажиров из аэропорта отвезли сразу в обсерватор с сопровождением. Что ждет вернувшихся на родину путешественников, расскажет Мария Левина. Анна Ерофеева – одна из 200 туристов, вернувшихся в Самару из Индонезии. На остров Бали она улетела еще месяц назад. Планировали загорать две недели, но отдых затянулся. Рейс, на котором они должны были вернуться, отменился. Пришлось покупать дополнительные билеты. Из Курумыча туристов сразу же отправили в обсерватор. Автобус ехал в сопровождении спецтехники. Мы три часа заполняли всякие бланки. Сначала бланк на то, что мы соглашаемся сидеть в обсерватории. Потом шли в смотровую, заполняли все эти анкеты. Нам замеряли температуру, потом у нас брали анализы. И потом только нас заселили в номер. Две ближайшие недели Ерофеевы проведут в Кенель-Черкасском санатории «Колос». Здесь два типа номеров на три человека и на пять. Выходить в общий коридор и контактировать с другими туристами запрещено. Не все прибывшие из теплых стран добровольно согласились на двухнедельный карантин в обсерваторе. Один путешественник решил самоизолироваться дома. Мужчина аргументировал это тем, что ему нужно заботиться о питомцах. «Кроспотребнадзор» через суд настоял на изоляции туриста именно в обсерваторе. За последние дни в России совершили посадку еще два самолета с самарцами на борту. 22 и 23 апреля туристы прибыли из Индии. Вернуться на родину можно и чартерами, если кошелек позволяет. Первый рейс в Самару из Бостона должен был состояться в середине апреля. Перелет стоит 100 тысяч евро. Эта сумма на 12-16 пассажиров. Но желающих выложить столь круглую сумму не нашлось. И чартер отменился. На земле стоят практически 90% всех самолетов. Количество вылетов сократилось в 10 раз. Это, безусловно, влияет на цены. Это, безусловно, влияет на желание авиакомпаний делать определенные перелеты по определенным направлениям. Сейчас, безусловно, становится рынок авиационных компаний, тех смелых авиакомпаний, которые научились бороться с ситуациями ковида и научились проходить досмотры, получать разрешения, проводить санобработку. Эвакуационная авиация – это убыточный бизнес, говорят предприниматели. Для того, чтобы оправдать расходы, необходимо набрать полный борт туристов. А в нынешних условиях немногие идут на риск лететь в небольшом салоне, где сложно соблюдать дистанцию. Сейчас переговоры ведутся с туристами, кратающими будни на Мальдивских и Сейшельских островах. По возвращении на родину их также ждет двухнедельная изоляция. В Самарской области развернуто почти 2500 коек для больных коронавирусом. Об этом рассказали на заседании регионального оперативного штаба. Как сообщает областное правительство, это больше норматива, установленного федеральными властями. Для Самарской области он составляет 2168 коек. Работа по созданию необходимого коечного фонда шла под постоянным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря личному вниманию и участию главы региона в этой работе Самарская область перевыполнила план. В общей сложности в лечебных учреждениях Самарской области создано 2368 коек для пациентов с COVID-19. Из них 923 с подачей кислорода, 758 с аппаратами ВЛ. В ходе заседания штаба главврачи всех больниц Самарской области, готовых к приему больных с COVID-19, отчитались о создании коечного фонда. Эта работа в больницах региона будет продолжена. Работа каждого из вас крайне важна в этой борьбе по противодействию и угрозу распространению коронавирусной инфекции. Еще раз хочу вас поблагодарить за проделанную работу. Рассчитываю, что этот режим повышенной готовности в полной мере будет действовать во всех медицинских учреждениях. Тем не менее, для врачей сейчас любая помощь будет полезной. Благотворители передали больнице имени Середавина новое оборудование на общую сумму в 3 миллиона рублей. Это кислородные концентраты, мониторы и хирургические аспираторы. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. В областной больнице имени Середавина ведется масштабная подготовка к потоку пациентов с коронавирусной инфекцией. Около двух месяцев медучреждения оснащают оборудованием по правительственным программам, но помощь лишней не будет. Меценаты закупили оборудование на 3 миллиона рублей. 10 мониторов для слежения пациентов, 10 перфузоров, то есть систем доставки лекарственных препаратов, 10 хирургических аспираторов и 2 кислородных концентратора. Эта техника, она востребована и сейчас, и в будущем будет, разумеется. В больнице существует такое оборудование. Подобный вклад, он, разумеется, отчасти обновит и усилит позиции больницы. И, соответственно, также будет ежедневно применяться в лечении пациентов. Главный корпус больницы имени Середавина полностью перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Часть подразделений уже работают в этом режиме. Например, отделение реанимации. Для инфекционных больных более легкого профиля – терапевтические отделения. Подготовлены и палаты общего профиля первично-сосудистого отделения, оснащенные аппаратами ИВЛ. Оборудуют еще 36 коек искусственной вентиляции легких. Всего в больнице сейчас оснащено 650 коек для больных коронавирусной инфекцией. При необходимости количество мест могут увеличивать в полтора раза. Все сотрудники подразделения прошли дополнительное обучение на кафедре инфекционных болезней Самарского государственного медицинского института и прошли итоговое тестирование. Наше подразделение в настоящий момент законсервировано и мы находимся в режиме ожидания, готовимся к приему пациентов. Также в настоящий момент развернуто 36 мест. Главврач больницы Армен Бинян вручил меценатам благодарственные письма от коллектива лечебного учреждения за оказанную помощь. Елена Малютина, События. Самара заметно преобразилась к майским праздникам в режиме самоизоляции. Сейчас завершаются работы месячника по благоустройству. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании в городской администрации. Подробнее расскажет Олег Зверев. Месячник по благоустройству выходит на финишную прямую. Сегодня об этом говорили на оперативном совещании Самарской мэрии. 25 апреля прошел общегородской субботник. Муниципальные службы и управляющие компании вывезли порядка 3000 кубометров мусора. Было задействовано более 8000 сотрудников и 424 единицы техники. В приоритете 18 улиц гостевого маршрута. Их уже отмыли, покрасили, проезжую часть подготовили к обновлению дорожной разметки. До 1 мая все работы будут выполнены. Из общественных пространств в порядок привели 147 скверов. Еще 5 будут готовы к 1 мая. Город действительно стал выглядеть намного лучше. Вот только сезон фонтанов пока откладывается. Несмотря на то, что гидротехнические сооружения города выдержали испытания и пробные пуски, их решено не включать. Возле фонтанов обычно собираются много людей, что в условиях самоизоляции и социального дистанцирования нежелательно. На фонтаны, то есть они готовы по линии. Как команда пройдет, так будем включать. Это будет центром притяжения. Как только включим, там начнет собираться народ. Тем более на первомайские праздники. Я полагаю, этого делать не надо. Вот скажите, через 2 часа они все заработают. Но еще раз говорю, мое мнение, предложение не включено. По набережным и паркам работы практически завершены. Проводится демонтаж и замена разрушенной тротуарной плитки. До майских праздников нужно успеть разбить цветники. Всего в городе планируется высадить 7,5 тысяч квадратных метров цветущих газонов. Посадку планировали начать 25 апреля, но из-за неустойчивой погоды пришлось отложить. С сегодняшнего дня приступаем с 27-го. И до 1 мая мы планируем высадить 7,5 тысяч квадратных метров цветников. По сравнению с 2019 годом, в 2019 мы 4,5 сажали. То есть это порядка 5 тысяч сделает зеленохоз на гостевых маршрутов. И остальные 2,5 парки и набережные. Обозначена также задача очистить остановки общественного транспорта и столбы электропередачи от наклеенных объявлений. Для этого Горсвет и ТТУ ежедневно привлекают несколько бригад рабочих. На остановочных павильонах началась еще и подготовка к размещению логотипов к 75-летию Победы. Глава Самары Елена Лапушкина обратила внимание на то, что все работы должны проводиться без привлечения горожан и с соблюдением противоэпидемических требований. Обратите внимание на детские площадки и общественные территории по ограждению сигнальными лентами и объявлениям. Необходимо напоминать горожанам, что стратегически важные задачи не допустить распространения инфекции. А как только карантин будет снят, город войдет в свой привычный ритм жизни. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов, Александр Захаров, Леонид Блинов. События. От борта до борта проезжую часть на улице Карбышева между Гагариной и Марисой Торезой провели в порядок. Все благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также проекту «Улица Победы», который нацелен на обновление знаковых дорожных объектов Самары. Здесь на участке протяженностью 360 метров произвели ремонт большими картами. Всего в этом году по такому методу приведут в порядок 42 участка общей протяженностью 33 километра. Долгожданный ремонт на улице Карбышева дорожники начали с фрезерования изношенного дорожного полотна. Очистили все от пыли и грязи. Затем подрядчик приступил непосредственно к ремонту большими картами. Проезжую часть рабочие обновили от борта до борта. Заложен один сантиметр уравнившего слоя и пять сантиметров второго слоя. То есть в итоге получится шесть сантиметров асфальтобетонного покрытия. Для ремонта улицы использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это бетон. Температура горячей смеси 165 градусов. Перед ее укладкой разливается битумная эмульсия. Эта технология хорошо зарекомендовала себя в предыдущие годы. На участке задействовали более десятка спецмашин. Работы по ремонту улицы Карбыш на участке от улицы Гагарин до улицы Марии Стереза выполняются с учетом замены бортового камня, ремонта тротуара и проезжей части. Выполна замена бортового камня на проезжей части на тротуаре по 500 метров погонных. Выполняются работы по устройству тротуара с ремонтом основания щебеночного. Новый бортовой камень помогает справиться с проблемой водоотвода. До ремонта вода в период осадков попадала на газоны. Теперь будет уходить только в ливневку. Ее ранее прочистили. Обследование системы ливневой канализации на участке будет выполнено и после завершения ремонта. Основные виды работ, как правило, идут в ночную смену. Это позволяет более оперативно ремонтировать дорогу. На время укладки асфальта улицу Карбышево полностью не перекрывали. У автомобилистов была возможность передвигаться по свободной полосе, где укладка еще не велась. Каждый день ездим. Здорово. В 2020 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только в результате ремонта большими картами приведут в порядок 42 участка в Самаре. На одном объекте с работами уже полностью справились и охватили ремонтом еще шесть дорог. В их числе и улица Фадеева, которую, как и Карбышево, приводят в порядок по проекту «Улица Победы». В 2020 году ООН – составляющая часть нацпроекта. Все идет по графику. За качеством работы организован постоянный контроль. Мэри Илчан, Константин Головин. События. Самарцев будут оповещать о необходимости соблюдения режима самоизоляции с использованием сиренно-речевых установок. Сообщение будет передаваться каждые два часа. Звуковые установки расположены на административных зданиях и в местах скопления людей. В парках, скверах, на площадях. Уважаемые жители и гости города, в Самарской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Администрация Самары обращается к вам. Не выходите из дома без уважительной причины. Оповещение происходило в то время, когда, скажем так, разрешено для передачи сообщений, чтобы не в ночное время это было. Это с 9 до 19 часов. С периодичностью в 2 часа. Соответственно, каждые 2 часа одно сообщение будет передаться. Руководством транспортных предприятий Самары усилен контроль за применением водительским и кондукторским составом средств индивидуальной защиты. Масок, перчаток, дезинфицирующих препаратов. За игнорирование требований грозят штрафы. Кроме того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в общественном транспорте продолжают проводить максимально тщательную уборку и дезинфекцию подвижного состава. Подробнее Мэри Илчан. Мы протираем те места, где больше люди держатся. За дезинфекцией транспорта в трамвайно-троллейбусном управлении тщательно следят. И днем, и ночью в вагонах проводится обработка. Перед каждым рейсом сотрудники протирают поручни, спинки сидений и проветривают салон. У нас это положено. Если мы, кто еще делает, то у нас работают. Пассажиропоток в транспорте значительно уменьшился. Как рассказывают сотрудники, сейчас билетов продают в четыре раза меньше. В две смены ежедневно в ТТУ трудится порядка 600 водителей и 700 кондукторов. Все они полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Ранее только муниципальное предприятие ТТУ закупило свыше пяти тысяч одноразовых и многоразовых масок. Ожидается еще одна партия в количестве более трех тысяч штук. Также распределили почти 11 тысяч пар перчаток. За использованием всего этого во время рейсов усилен контроль. Прежде всего, по руководствам предприятий общественного транспорта. Сотрудникам, забывшим надеть маску, грозит штраф до 30 тысяч рублей. Есть такое слово, как надо. Значит, положено надевать средства индивидуальной защиты в такие вот времена. Поэтому люди у нас все относятся к этому с пониманием. И, соответственно, исполняют все эти предписания. Очень просим наших любимых пассажиров также соблюдать самозащиту. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Одевайте маски, одевайте перчатки те, кому необходимо выходить из дома. А лучше будьте дома, берегите себя и берегите окружающих. Все это вообще-то обязательно надо носить. Для своей же безопасности, для своего здоровья. Также для того, чтобы не было распространения болезней. Чтобы не заразить людей, не заразиться самому. Со всеми сотрудниками ТТУ ежедневно проводится инструктаж. А перед началом смены они проходят медицинский осмотр. Те, у кого есть признаки ОРВИ, к работе не допускаются. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Волонтеры акции «Мы вместе» сдали кровь. Областные станции переливания крови испытывают дефицит. Такая ситуация сложилась из-за особого режима, в котором сейчас живет регион. Мобильная станция переливания крови принимала энтузиастов в строго назначенное время. Слово Елене Малютиной. Сдав кровь один раз, можно спасти три жизни. Процедура длится всего 5-7 минут. За это время донор сдает 450 миллилитров крови. Плюс три вот такие пробирки для дальнейшего исследования в лабораторных условиях на инфекции. Волонтер акции «Мы вместе» Анастасия Шипилова сдает кровь впервые. Говорит, приятно понимать, что может спасти чью-то жизнь. Я буду рада, если я кому-то помогу. Но самое главное не смотреть на этот процесс и все. Мне надо туда пройти. Главное окружаться. Надеюсь, что кому-то помогу. Пополнили запасы станции около 40 волонтеров акции «Мы вместе». Сдать кровь может любой здоровый человек, но есть лимит. Женщины 4 раза в год, мужчины 5. За два дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжелой жирной пищи. В день процедуры нужно позавтракать и обязательно взять с собой паспорт. Мы рады любому количеству, потому что донора и донорская кровь бесценна. И особенно сейчас, когда непростая все-таки ситуация, мы ждем всех. В Самарской области проводят около 300 переливаний компонентов крови в сутки. Подробную информацию, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, указанном на экране. Записаться на сдачу крови можно, отправив заявку на почту, которая указана на экране. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Несмотря на режим самоизоляции, городские парки и скверы начинают готовить к летнему сезону. Специалисты приступили к обработке территорий от клещей. За работами в парке «Родина» наблюдала наша съемочная группа. От профессиональных дезинсекторов не скроется ни один уголок парка. С помощью специального оборудования, химраствором для людей и животных, он безвреден уже через сутки после распыления, покрывают все участки газона, чтобы после окончания особого режима самарцы смогли гулять в парках, не опасаясь клещей. Особенно в весенний период сейчас, все клещи, если они есть, они находятся в лесной подстилке. И поэтому мы обрабатываем подстилку. Не деревья, как многие думают, а именно лесную подстилку. Потому что клещ, в принципе, при нормальной даже ситуации, при нормальных условиях развития, он выше 25 сантиметров не залазит по высоте. В этом году от клещей в Самаре обработают порядка 90 гектаров. В плане 152 объекта – это парки, скверы, бульвары, набережные, транспортные развязки. Даже если изначально клещей не было, профилактическая обработка все равно нужна. Территории обследуют до и после работ. Повторная проверка проводится через неделю после обработки. Хороший результат – не более одного клеща на 2 километра. После обработки непосредственно проходит определенное время и делается еще контроль качества, то есть повторное и сектицидное обследование. В случае, если будут обнаружены еще раз клещи, то повторная будет обработка в предназначительном порядке. Полностью завершить обработку планируется до середины мая. В городе идет борьба с грызунами. Первую обработку уже провели. Следующая запланирована на осень. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. МЧС предупреждает. Поджог травы на дачных участках опасен. Сотрудники ведомства провели профилактическую работу в Куйбышевском районе Самары. Для того, чтобы правила пожарной безопасности лучше запомнились и соблюдались постоянно, сотрудники МЧС вручили дачникам памятки. В рейд отправилась и мэрия Илчан. Регулярно сотрудники МЧС обходят владельцев дач и вручают им вот такие памятки. Ведь попытки сжечь садовый мусор и сухую траву на своем участке могут привести к серьезным последствиям. Причина большинства случаев возгораний – халатное обращение людей с огнем. В Кляшском массиве за тем, чтобы дачники соблюдали пожарную безопасность, уже семь лет следит Алексей Алехин. В дачном массиве для ликвидации огня в случае пожара есть все необходимое. Здесь установлены гидранты для заправки пожарных машин и есть наполненная водой емкость. Дачники – люди сознательные, придерживаются правил. Мы все чистенько, все убираемся, все сжигаем где надо. У нас там емкость есть большая, мы там сжигаем. С 8 апреля в Самарской области ввели особый противопожарный режим, согласно которому запрещено разводить открытый огонь, а именно сжигать мусор и сухую растительность. При сильных порывах ветра распространение огня происходит молниеносно. Вместе с травой может загореться все, что находится рядом. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф. Награждан он составляет от 2 до 4 тысяч рублей. На территории Самарской области проводятся сотрудники рейды. За данные нарушения требований пожарной безопасности составлены административные протоколы. На городе Самара составлено 31 протокол сжигания мусора. С начала схода снега на территорию города Самара произошло 15 загораний пожаров сухой растительности. Помимо природных пожаров возникают и техногенные. Например, при использовании нагревательных приборов. Температура на улице колеблется, и люди, чтобы согреться, включают неисправные электроотопители. Только за прошедшие двое суток в частном секторе Куйбышевского района произошло два пожара. Погибших нет, причины возгораний устанавливаются. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!